Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен скопам. Длина скоп в среднем 55-58 см. Размах крыльев достигает 170 см. А масса тела колеблется в пределах от 1,2 кг. Половое созревание наступает с 3-4 лет. Скопа является единственным представителем семейства скопиных. Она очень элегантна. Отличительные признаки скопы – небольшое коренастое туловище, короткий крючковато-загнутый клюв, сильные ноги, неоперенная часть которых покрыта толстой, но мелкой сетчатой чешуей. Длинные крылья скопы имеют характерный излом и напоминают букву М. Скопа имеет почти космополитическое распространение. Она гнездится в Европе, Северной Америке, Азии, Австралии и Северной Африке. Зимой из северных районов скопа перебирается в места с более мягким климатом. Гнездящиеся в Европе птицы отправляются в Африку, а из Северной Америки птицы летят в Центральную и Южную Америку. Скопа – необычайно ловкий охотник. Нередко она может поймать сразу две рыбы. Издаваемые скопой звуки состоят из высоких свистящих тонов. Крайний наружный палец скопы может вращаться вперед и назад. Благодаря этому птица удерживает добычу. На острове Гарднерс около Нью-Йорка когда-то гнездилась колония скоп, насчитывающая более 300 пар. В старой литературе были популярны рассказы о гибели скоп, утащенных под воду щуками. Однако в научной литературе нет достоверно описанных такого рода случаев. Скопа питается почти исключительно живой рыбой. Только тогда, когда вода в водоеме слишком мутная, она ловит также лягушек и мелких грызунов, а иногда преследует даже уток и галок. Во время охоты скопа сначала парит на большой высоте, затем опускается на высоту 20-30 метров и начинает носиться над водой. Временами она приостанавливается и зависает в воздухе, трепеща крыльями, чтобы внимательнее следить за замеченной рыбой. И тогда, вытянув ноги вперед, скопа быстро опускается на воду под углом к поверхности и исчезает под волнами. Однако вскоре птица появляется на поверхности и взмывает с добычей, унося ее в укромное место. Чаще всего скопа ловит рыбу массой 200-400 граммов. В течение длительного времени люди считали скопу вредной птицей, уничтожающей рыб. За это ее усиленно преследовали. В некоторых странах на скоп охотятся и сегодня. В середине 20-го века было отмечено резкое падение численности скоп в Европе и Северной Америке. Главная причина сокращения их числа – влияние пестицидов. Эти яды накапливались в организме рыбы, которой питается скопа. Когда скопа поедала отравленную добычу, эти вредные вещества проникали в ее организм. В результате самки стали откладывать яйца с очень тонкой скорлупой. Поселяется скопа только вблизи крупных водоемов с прозрачной водой и богатых рыбой. Гнездится она на самых больших деревьях, которые возвышаются над лесным массивом. В безлюдных местах скопа нередко устраивает свое гнездо прямо на пустом пляже. Сразу же после прилета на место гнездования птицы занимают свои гнездовые участки, ремонтируют гнезда. Позже птицы приступают к исполнению брачных танцев. С рыбой в когтях самец поднимается на высоту до 300 метров. Какое-то мгновение парит там, а затем, сложив крылья, стремительно падает вниз. В середине мая скопы приступают к откладке яиц. Самка откладывает 2-3, реже 4 белых яйца с коричневыми пестринами и насиживает их около 38 дней. Самец в это время приносит ей пищу. Птенцы находятся в гнезде в среднем 55 дней. В случае опасности они не обороняются, а затаиваются. Во многих местах скопа стала редким видом. К сокращению численности скопы привели охота на эту птицу и использование пестицидов в сельском хозяйстве. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!